Кто там? Сейчас я вам расскажу один день из жизни создателя видео. Ты приходишь с работы, уставший, включаешь комп. О, ну хоть где-то мне рады. Что ж, надо делать очередное видео. О нет, боже, как я устал от этого монтажа. Лучше сначала посмотрю, может быть кто-нибудь написал комментарий к моему видео. О, что-то есть. Да пиши ты уже, до свидания нормально. Эм, Павел, еще вопрос. Во ванной и флэсплеев по Майнкрафт озвучиваешь ты или кто-то другой. Почему так мало видео? Мало? Почему голос, блин, такой унылый? Хм, ну это да, это есть чуть-чуть. Школа-то не твоё это, не занимайся этим. Все, кто пишет, что видео выходят редко и что они не крутые, сами берите и снимайте. Да, реально, надо дать сделать обзор какому-нибудь школьнику. Только надо, чтобы я его знал и чтобы он ходил в школу. Здравствуйте, меня зовут Четверова Лиля и это проект Недоигрыш. Проект, в котором мы доигрываем старые игры, в которые мы не доиграли в своё время. И в этот раз я доиграю свою старую любимую игру «Никто не живёт вечно». Что вы, что вы, я ни на что не намекаю, это просто перевод игры. Мне не терпится в неё доиграть. Ну что ж, покатили? По-настоящему мы с Пауном заключили пари. Я должна сделать обзор на старую игру, а он в свою очередь должен сделать летсплей на какую-нибудь современную игрушку, в которую сейчас играют все дети. И тот, у кого получится лучше, тот сможет всячески поиздеваться над проигравшим и придумать для него любой образ в конце видео. Ну а теперь вернёмся к моему обзору. No One Lives Forever – это приключенческая 3D-игра, выполненная в популярной некогда концепции фильмов про Джеймса Бонда. Только здесь главной героиней является обольстительная шпионка Кейт Арчер, спецагент, работающая на тайной организации единства. И кстати, в отличие от игр Doom, Quake, Series M, это одна из первых игр от первого лица, где главным персонажем является девушка. Разработчики, наверное, такие подумали, блиин, надо как-то повысить рейтинг игры и выделиться на фоне остальных шутеров. А давайте скажем игрокам, что они играют за красивую, стройную, пышногрудую шатенку с зелёными глазами. Хотя на самом деле мы всё так же продолжаем управлять безногим персонажем с пистолетом в руках. Игра вышла в свет в 2000 году, во времена покемонов, бразильского сериала «Вавилонская башня» и детского шоу на РТР «Позвоните Кузе». И как можно заметить, в то время большим недостатком игр было полное отсутствие лицевой анимации. Так вот, как я сказала, здесь даже толком невозможно определить, кто в данный момент разговаривает. Вот попробуйте догадаться, кто из них сейчас говорит. Учитывая то, что я считаю, что вы не справитесь, не следует слишком стараться. Думаете, догадались? Фиг там. Это говорит третий чувак, который стоит за кадром. Я бы посоветовал вам придержать язык. По сюжету игры вам поручают выяснить причину исчезновения и гибели спецагентов «Единство». Убийца беспощадно уничтожает агентов по всему свету, и поэтому последней надеждой остаётся доверить это дело женщине. Кажется, среди нас предатель. Ты подозреваешь кого-то? Мы подозреваем всех. Самым сложным является то, что киллер практически не оставляет за собой улик, кроме одной. Убийца оставил Лилию, королевское завершение. Если быть точным, на или возле тела каждой жертвы. Это о чём-нибудь говорит вам? Мне? Лилии? Нет. Лилия мне ни о чём не говорит. Перед спецзаданиями нас обучат всем трюкам, которым должен владеть тайный шпион. Существует много нюансов и мелочей, о которых ты должен знать. Если ты хочешь пропустить тренировки, нажми «выход». Эй, и где ваш выход? Что я должна нажать? Или я должна выйти вон в тот выход? Дааа, ну и сказанул нажать «выход». В комнатах обучения нас научат тихо прокрадываться мимо врагов. Но я слишком хорошо натренировалась в игре «Сплинтерселл». И по сравнению с теми ребятами, этот парень полный недоумок. Я всё слышу! Ой. Затем нам предложат вооружиться. И дадут различные гаджеты. Такие как заколка с ядовитым клинком, пудреница со взрывчаткой и гумнушка-лазер. В общем, все обычные вещи, которые носит женщина в своей сумочке. Вся игра очень забавная и смешная. Она собрала в себе все стереотипы о шпионских фильмах и обсмеивает их. Чего только стоит колбочка для быстрого избавления от трупов. Но и защищает кожу рук. Труп размоет без следа из Чернобыля вода. Сорти. Мастер чистоты. В первой же миссии смешно пародирует сцены защиты важного посла с помощью снайперской винтовки. Вот только оказывается, что этот посол очень стар и глух. И это сразу же превращается в комедийную сцену. Посол нечаянно теряет монету. Неловко наклоняется за ней. А в это время у него над головой свистят пули. Вы паритесь, защищаете его со страшной силы. А он идет дальше. И ничего не подозревая, продолжает наговаривать навалящихся с ног киллера. Отоспитесь где-нибудь в другом месте, пьяницы. Что касается визуальной части игры, то графика здесь совсем неплохая. Вот, например, машина посла, которого мы охраняем, имеет шикарные восьмигранные колеса. А это, знаете ли, аж в два раза больше грани, чем в игре Матрица. Еще в этой игре впервые использовали фишку, что можно простреливать пулями сквозь объекты и попадать прямо через них во врага. Так что Крайзис и Call of Duty могут не хвастаться этим изобретением. А вообще, мне кажется, или разработчики в играх наоборот должны специально делать, чтобы пули не летели через стены. А это получается как бы такая недоработка. Итак, господа разработчики. Я не смог сделать так, чтобы стена останавливала пули. А давайте скажем, что так и задумано. И это сверхкрутая разработка по простреливанию пуль сквозь стены. Еще я не могу не упомянуть, что есть и вторая часть игры. Она такая же веселая, ироничная, с более проработанной графикой и мимикой лица. И главное, новой приключенческой историей Кейт Арчер. Конечно же, в No One Lives Forever детям я не рекомендую играть. Так как здесь хоть и весело убивать, но ведь это... УБИВАТЬ! И кстати, в игре есть один интересный факт. Если вот на уровне можно убить аж трех невинных человек, то вот маленькую невинную обезьянку тут трогать, ну, никак нельзя. Десять долларов. Нет, я не взял бы этого ужасного зверя, это же бесплатно. Бесплатно? Вы хотите, чтобы мои дети голодали? Неверный. Надеюсь, вам понравилась эта увлекательная игра. И если вы хотите сыграть в нее, то ссылка на торрент файл внизу в описании. А по итогам прошлого интерактива победил вот этот чувак. Именно он отгадал, что это был кадр из игры Дизи. Поздравим его бурными аплодисментами и воздушным поцелуем. Ну, а в следующий раз попробуйте угадать, из какой игры взят именно этот кадр. Ну, вроде бы я все сказала. А теперь, Павел, давай, показывай свой летсплей. Что, уже? Может быть, чуть-чуть попозже? У меня там еще не все готово. Нет, договорились, значит договорились. Показывай свой летсплей. Ну, ладно. Всем привет, с вами Павлуша. И сегодня я буду, это, в летсплей от Павлуши играть в новую крутую игру. Неодноклассники. Ой, друзья посоветовали. Вы не подумайте, что я не школьник. Я уже кулю с пацанами. И уже пил. Мне родители наливали на день рождения. Игра на... Игра называется... Игра называется... Руст. Она крутая. Потому что она похожа на Майнкрафт. А Майнкрафт крутой. Здесь можно крафтить вещи, как в Майнкрафте. Это тоже круто. Вот. Еще здесь ходят голые люди. Совсем голые. Как на том сайте. Игра в Стиме стоит всего 400 рублей. Кому надо, я могу ключ. Могу продать за 500. Обращайтесь в скайп мой. Записываю... 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 Я игру в Фрапс. Как советовал Юзи. Хорошо, что я установил полную версию у меня. А то не полная 30 секунд всего записывает. А потом... Лол. У тебя даже видео посередине обрывается. Думаю, все согласятся то, что я победила. Придется тебе выполнять мое желание. Какое? Ну вот бы я слышал, то есть... То есть... Переигрывайте! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok